11-летний Илья уже вовсю помогает маме. Например, пасет коров. Рассказывая об этом, демонстрирует крестьянскую основательность. Вполне взрослые, ответственные отношения и хорошее знание дела. Пасти травы нет. А в прошлом лету, пазу прошлую, здесь травы вообще не было. В западном была еще трава. Они туда всегда, можно сказать, уходили. А еще Илья здорово играет на баяне и гитаре. Под его аккомпанемент дружно поет вся семья. Дружно, слаженно, сообща. Это здесь вообще ключевые слова. В семье много работают. И много работают вместе. У каждого свои обязанности. Мама заводит тесто, папа намазывает на противне, дети пропитывают, складывают, формируют торт. И готовят, и булочки стряпают. Там заведешь утром тесто, подходит время. Они уже сами идут, стряпают. Я только в духовку, ну, не допускаю их до духовки. Желанием участвовать в конкурсе первой загорелась мать семейства. Дело было случайно. Поехала в администрацию. И там было объявление, то есть конкурс. Будет проводиться конкурс на лучшую семейную усадьбу. Позвонила, спросила, будем участвовать? Я говорю, на твое усмотрение. Я говорю, сможем, значит, подходим, значит, давай участвовать. Аналогичное желание возникло еще в 12 многодетных семьях из Иркутского, Шелиховского, Усольского и Слюдянского районов. Все участники получили дипломы и сертификаты на 50 тысяч рублей. Мы не диктуем, куда они могут их направить, то есть это на их усмотрение. И большинство все равно направят на укрепление своего домашнего хозяйства, на приобретение животных, на приобретение сельхозтехники. Конкурс проводился в рамках региональной программы «Социальная поддержка населения Иркутской области». Мария Князева, Любовь Фечилова, Константин Синицын. Новости сеть.